Губки превратили самцов индийских афалин в партнеров по охоте. Биология 19-24-12 июнь 2019. Сложность 1.8. Губки превратили самцов индийских афалин в партнеров по охоте. Стефани Кинг. Европейские и австралийские биологи выяснили, что самцы индийских афалинов, которые умеют пользоваться губками для охоты, чаще охотятся и меньше отдыхают и путешествуют, формируя прочные связи. При этом на социализацию животных использование губок не влияло. О результатах исследования также сообщается в статье, опубликованной в журнале «При добывании пищи из морского ила индийские афалины» часто используют морские губки. Их они надевают на нос, что защищает морду от ранений при раскапывании песка. Использование губки в качестве орудия для поиска пищи социально адаптированное поведение, которому у своих матерей учатся маленькие дельфинита. При этом чаще всего эту стратегию адаптируют именно самки. Использование одинаковых инструментов для добывания пищи зачастую приводит к тому, что между животными формируются прочные связи, которые невыгодны для дельфинов-самцов, главная цель которых – репродуктивный успех. Именно поэтому до сих пор не было получено данных о том, как самцы, которые пользуются губками для добычи пищи, взаимодействуют друг с другом. Исправить это решили ученые под руководством Мануэла Битсоцера из Цурихского университета. Они проанализировали данные, собранные во время восьмилетних, с 2007 по 2015 год, наблюдению в зимний период, всего были получены данные о поведении и 37 самцов афалин, из которых 13 использовали губки для охоты. По результатам наблюдения оказалось, что афалины, которые пользуются губками, проводят на совместной охоте значительно. Пи 0,001 – больше времени, чем сородичи, которые губками не пользуются, те дельфины, которые не пользуются губками, в свою очередь, больше времени отдыхали и проводили в пути. Пи 0,001. При этом использование губок никак не влияло на социализацию особей. Авторы работы считают, что результаты работы говорят о том, что самцы афалин как самке, так и представители других видов способны формировать прочные связи и входить в партнерство, а регулируют эту способность то, что используют они для этого одинаковые инструменты. Другой пример социально адаптированного использования орудий применения диким шимпанзе для вылавливания термитов специальных удочек, этому они также учат своих детей. Елизавета Евтушок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!